Партнер выпуска новостей. Торговый дом. Планета безопасности. В этом году соревнования собрали порядка 50 спортсменов из Приморья, Сахалина и Хабаровска. Немало присутствовало и зрителей. Некоторые из них были удивлены, увидев, что в гонках принимают участие не только традиционные ездовые породы – хаски, маламуты или самоеды. По правилам ездового спорта в соревнованиях могут участвовать собаки абсолютно любой породы, если это не вредит ее здоровью. То есть ветеринары главный судья решают, да, даже самая маленькая собачка, если она способна бежать и вести за собой спортсмена, может участвовать в соревнованиях. Всеволод Амелечко – спортсмен из Сахалинской области. Принимал участие в дисциплине скиджоринг, то есть в гонках на лыжах с одной ездовой собакой. Его напарник – Курцхар по кличке Гром. В прошлом году выступал в Хабаровск, ездил. В этом году решил в Приморский край приехать. Здесь снега все-таки побольше. Это охотничья порода, легавая. Они очень хорошо бегают. Так же, как и метисы ездовые, так же курцхары. Потихоньку эта порода тоже в ездовой спорт приходит. Большинство участников соревнований выступали в гонках на собачьих упряжках с двумя, четырьмя или шестью собаками. От каждого спортсмена требовалось не только умение командовать и следить за передвижениями собак, но и личные скоростные качества. Но каким бы физически подготовленным не был атлет, какими бы быстрыми не были четырехлапые, главная в этом виде спорта – командная работа. Не будет работать наездник, и они выиграют собаки. Интересно, что ездовой спорт гендерно-нейтральный. В заездах участвуют и женщины, и мужчины одновременно. И во время церемонии награждения на пьедестале оказываются и спортсмены, и спортсменки. Немало было и детей. Так самому юному спортсмену исполнилось всего четыре года. Кстати, сама церемония награждения оказалась весьма длительной, ведь здесь проводились не только чемпионат Приморья, но и этап Кубка России. Отдельно награждали атлетов, выступавших с северными ездовыми собаками. Первое место здесь заняла Оксана Ладогубец из города Артём. Кстати, она неоднократно поднималась на пьедестал и получила значок «Кандидат в мастера спорта». Я сошла к этому три года. Сначала я была на 20 килограмм больше и занимала последние места. А потом, я говорю, спорт меня изменил. Собаке я вдарилась в этот спорт, изменила свою жизнь. Начала заниматься активно спортом во всех направлениях. И вот уже два года подряд я занимаю среди хосей первое место. По словам организатора, вполне возможно, что и на следующий год соревнования по ездовому виду спорта состоятся именно здесь, в Спасском районе. Дмитрий Беломеснов, новости на восьмом. Вице-премьер России Юрий Трутнев в рамках рабочей поездки в Приморье посетил строительные площадки двух известных отелей – бывших «Хаятов». Известно, что новым оператором гостиниц станет японская «Акура», сообщает «Револод Ньюз». Напомним, гостиничные комплексы «Хаят» были проданы на аукционе за 3 миллиарда 700 миллионов рублей. Недостроенный отель на мысе Бурны ушел с молотка за 2 миллиарда 100 миллионов рублей, а гостиница на Корабельной набережной – чуть более чем за полтора миллиарда. Кроме того, вице-премьер поручил местным властям принять меры по устранению пробок на дорогах Владивостока. Напомним, Владивостоку на реконструкцию и ремонт дорог по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году было выделено почти 2 миллиарда рублей. Был отремонтирован 81 километр дорог. В 2020 году во Владивостоке в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтируют дороги в крупных микрорайонах, в которых проживают от 3 до 5 тысяч человек. Новые муниципальные округа появились в Приморье. Этот вопрос обсудили на очередном заседании Законодательного собрания края. Парламентарии приняли инициативу по реорганизации Харольского и Октябрьского районов в одноименные муниципальные округа. Проекты законов были вынесены на рассмотрение по результатам проведенных публичных слушаний и согласия населения. Документы устанавливают основания, цели и сроки образования муниципальных округов, границы и состав территории, принципы формирования органов местного самоуправления, а также порядок исполнения бюджетов поселений и муниципальных районов в 2020 году. Отмечается, что принятое решение особенно важно для Харольского района, поскольку накануне Нового года депутаты поселка Ярославский сложили полномочия и так и не приняли бюджет на 2020 год. Работа по созданию муниципальных округов Приморья началась в сентябре 2019 года. Тогда новый статус получили Анучинский, Чугуевский и пограничные районы. Приморские депутаты единогласно одобрили законопроект, который запрещает продажу снюсов несовершеннолетним. Снюсы – это изделия из растительных волокон, которые имитируют табак и содержат большое количество никотина. Одна порция включает около 56 граммов действующего вещества. Примерно столько же находится в трех пачках сигарет. Они могут быть смертельно опасны для детского организма. За продажу снюсов теперь грозит административная ответственность. В Приморье работает штаб по координации борьбы с опасными смесями. Разработан план работы с детьми, родителями, широкой общественностью. В частности, в феврале в муниципальных образованиях края пройдут большие родительские собрания, во время которых перед присутствующими выступят специалисты в области медицинской профилактики. Они расскажут о вреде снюсов. Кроме того, готовятся информационные памятки, которые будут распространяться в образовательных учреждениях. Более 20 человек обследовали на коронавирус в Приморье. Специалисты регионального Роспотребнадзора отмечают, что в мире степень инфицирования данной инфекции невысокая. Однако из-за того, что эта инфекция новая и малоизученная, в Приморье проводятся массовые профилактические мероприятия. В числе принятых мер – досмотре рейсов, прибывающих из-за рубежа, и анкетирование туристов. По словам врачей, в Приморье благополучная обстановка случаев заболевания коронавирусом не зарегистрирована. К слову, в Гонконге ученые разработали вакцину против коронавируса, сообщает Риа Влад Ньюс. Однако на тестирование лекарства потребуется длительное время, как минимум месяц. А на клинические испытания на людях уйдет год. Сообщается, что исследователи модифицировали вакцину против обычного гриппа, добавив к ней часть поверхностного антигена коронавируса. В пяти субъектах Российской Федерации, Приморском, Хабаровском крае, Забайкалье, Амурской области и Еврейской автономной области будет полностью закрыта граница с Китаем. Такое решение принял оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, который был организован по распоряжению премьер-министра Российской Федерации Михаила Мишустина. Ограничения временно вводятся с 1 февраля и коснутся как пешеходной, так и автомобильной части работы пунктов пропуска в регионах. Напомним, с 31 января Россия также приостанавливает всё железнодорожное сообщение с Китаем, за исключением рейсов из Пекина в Москву и обратно. Между тем, эксперты Россельхознадзора предупредили о риске птичьего гриппа для России. Это связано с новыми вспышками заболевания в Европе. По данным Всемирной организации охраны здоровья животных, они обнаружены в ранее благополучной Германии, Чехии и Украине. Также распространение этой инфекции продолжается в Венгрии и Словакии. Отмечается, что миграция диких птиц из-за тёплой погоды начнётся раньше, в конце февраля-начале марта. Риск заноса вируса птичьего гриппа на территорию России высокий. Наибольший риск существует для личных подворных хозяйств и хозяйств открытого типа. Вспышка вируса птичьего гриппа оборачивается колоссальными убытками. Если в хозяйстве выявляется инфекция, всё поголовье уничтожается. Напомним, вспышки птичьего гриппа на территории России фиксировались с 2016 по 2018 год. Последняя в январе 2019 года в Ростовской области. За это время было уничтожено более 6 миллионов птиц. Несколько птиц и фабрик обанкротились. Для аптек Приморья установили пониженную налоговую ставку. Розничные продавцы лекарственных средств смогут воспользоваться льготами при переходе с единого налога на упрощённую систему налогообложения в 2020 году. Ставка для этой категории будет уменьшена на 1%. Данная категория предпринимателей стала третьей, которая затронула отмена единого налога наряду с обувью и одеждой из меха, которые обязательно должны быть промаркированы контрольными знаками. Однако убытки при переходе на иной режим могут понести именно аптеки. По текущим ставкам их расходы увеличатся в 2,5 раза. В Приморье 436 представителей бизнеса осуществляют свою деятельность по розничной торговле лекарственными средствами. Из них почти 70% применяют данный налог. Синоптики рассказали, как начнётся в Приморье последний месяц зимы. В ближайшие выходные существенных осадков не ожидается, но похолодает. В субботу обойдётся без осадков. Ночь будет морозная до минус 28 градусов. На юго-востоке и побережье – до минус 18. Днём разброс температур от минус 12 до плюс 1. В воскресенье местами в Приморье может пройти небольшой снег. Температурный фон станет ещё немного ниже, чем в субботу. Во Владивостоке в начале февраля осадков не ожидается. В ночные часы морозно – минус 12, минус 15 градусов Цельсия. Днём в субботу максимальная температура – минус 3, минус 6. В воскресенье днём усилится ветер и станет холоднее на 2-3 градуса. Известный 10-килограммовый кот Виктор из Владивостока вдохновил сценаристов комедийного сериала «Сообщает Риа Влад Ньюс». Ранее хозяин кота Михаил Галин рассказывал о том, как питомца не впустили на борт самолёта из-за лишнего веса. История мгновенно попала в новостные сводки и стала предметом горячих споров в социальных сетях. На историю Виктора обратили внимание и сценаристы. Упитанный кот вдохновил авторов комедийного сериала «Фитнес» на создание целого эпизода. Серия появится в третьем сезоне, который стартует 10 февраля. По сюжету одна из посетительниц фитнес-клуба приводит на тренировку собаку. Чтобы не оказаться в багажном отделении, любимице надо срочно скинуть лишние килограммы за один день. Фитнес для собак действительно существует. При многих ветеринарных клиниках есть услуга, которая включает в себя занятия на беговой дорожке, упражнения на фитболе и интервальные тренировки под руководством кинолога. Партнер выпуска новостей – торговый дом Планета Безопасности. Хотите знать, когда приходят ваши сотрудники? Кто звонит вам в дверь? Где поставить машину? Планета Безопасности ответит на ваши вопросы. Никто не опаздывает, только желанные гости. Нет проблем с парковкой. Редактор субтитров А.Семкин